Ваш Рекордс Ваш дикосенний поплачет обо мне Нодар Думбадзе. Бесы. Рассказ. Читает Владимир Лаврухин. Бесы бывают трех видов. У одного стоячие уши, козлиные копыта, козлиная же бородка, крошечный с мизинец рожки и быстрые косящие глазки. Очень похож он на козла, но это бес. Говорит он всевозможными голосами, какими пожелает, такими и заговорит. Хочет женским, хочет мужским или детским. Голосами разных животных говорить умеет, и птицам всем подражает. Второй бес хвостатый, уродливый, нескладный и несуразный. Ступни ног у него вывернутые, нос крючком. Во рту один зубклык торчит. Во лбу один единственный глаз зеленым огнем горит. А туловище косматое, волосатое. У третьего беса четыре руки и четыре ноги. На каждое по шесть пальцев красуется. Лица у него два, на каждом по два глаза. Спины вовсе нет. С обеих сторон туловища живот. Два живота и два пупка. С обеих сторон выглядит он совершенно одинаково. Словом, он такой, как если бы взяли двух одинаковых бесов и склеили бы их спинами друг с другом. Существует, правда, еще один бес. Но о нем я вам расскажу напоследок. В самом конце. Мановелла Цинцадзе. Первых трех бесов я не видел. Но их своими глазами видел дед мой. Мановелла Цинцадзе. Того, который на козла похож в медвежью лощине. Хвостатого лохматого овлашельсгеля. Бесы на обе стороны одинакового на горе Сатапле. От всех трех встреч с бесами у деда Мановеллы остались страшные следы. Пришел я, значит, в медвежью лощину. Лыка для гадоре драть. День-то уже на исходе был. Вот-вот смеркнет. Но кончил я, значит, работу. Связал целый пук лычины. Умылся, сел на камень, вытащил чубок свой. Набил его самсунам. Дай, думаю, одну-две затяжки сделаю, да и пойду домой. Ударил я огнивом о кременье. Глядьте, он тут сказенный. Вот он. На соседнем камушке сидит, посиживает, да на меня поглядывает. Я руку к поясу. Нет, слава богу, топор на месте за поясом. Тьфу ты, черт, вырвалась у меня. Вскочил я сам не свой, перекрестился трижды и за топор схватился. Сам ты черт. И собачий сын в придачу. Говорит он мне. А ты кто такой? Каркнул я на него опять. Хочу крестным знамением себя осенить. Да не тут-то было. Все шиворот на выворот делаю. Вместо того, чтобы колбу руку поднести, к попу тянусь. А нечисть это глядит на меня, да посмеивается. Ать, заорал я. Но это мне только представлялось, что заорал на деле-то. Просто рот беззвучно раззевал. Мановелла, раззявая-таки. Брось-ка ты свой топор, да и подсаживайся ко мне. Потолкуем. О чем мне с тобой толковать? Чертов ты, сын. Говорю, а сам думаю, обидится чего доброе. Какое там? Это для него, видишь ли. Все равно, как если мне скажут, ты, Мановелла, сын Афросиона. Словом, что мне оставалось сделать? Сел я возле него, и тут он как бы начал меня обрабатывать. Мановелла Цинцадзе, ты парень видный. Лицом пригожий, дюжий да сноровистый. Я ведь тогда не такой был, как сейчас. На меня глядеть любо-дорого было. Да и вот, значит, да и вот говорит он. Хочу тебя в зятьях иметь. Женись на моей дочери, Мановелла, кум-королю будешь. Серебром-золотом тебя засыплю. Сиди, заложив ногу за ногу. Хочешь, на ковре под орехом сбоку-набок переваливайся и распевай. Песенки разные. Сперва скажи, человек ты или дьявола потом видно будет. Человек я, Мановелла, человек. Ты же слышишь, я с тобой по-человечески разговариваю. Ежели ты человек, почему на козла похож? Спрашиваю я, а у самого по спине по хребту позвоночному холодный пот в три ручья бежит. Что уж поделать. Мало разве людей, которые на свинью или на осла похожи. И никто из-за этого их не чирается. Отвечал мне этот ирод. А я что, я ничего, я ответить ему не мог. Потому как правду он говорит, сущую правду. Покажи мне твою дочку. Говорю ему я так обходительно, ласково. И только успел я эти слова произнести, и он как заблеет. Заблеел козлом, слышишь ты? И только он заблеел. Скала за его спиной вдруг раскололась и вышла оттуда девица. Дай, какая красавица. Видел ли ты восход солнца с вершины Бахмару? Нет, не видел. Случалось тебе видеть, как темной ночью из-за черной тучи луна полная выплыва. Это не случалось. Или когда в саду на всех кустах розовых одновременно все розы распускаются. Видел? Нет, не видел. Заговорила она со мной. Да как заговорила. Слышал, как из тысячи наклоненных кувшинов воркуя полется темно-красная и забыла? Нет, не слышал. По весне лунной ночью, как запают, зальются все соловьи и дрозды да сойки, какие есть в гурии. Слышал? Нет, не слышал. И вот встала она, краса неописуемая, ненаглядная, рядом с уродом, страшилой отцом своим, как чудо некое. Встала с ним рядом и стоит, глядит на меня. Ну, что теперь скажешь? Мановелла, цинциадзе, ослепни глаза твои. А я что мне сказать? Ты мне так зазря ее не отдашь? Что-нибудь взамен потребуешь? Пролепетал я, обретя наконец до речи. Да что с тебя требовать, гуль ты перекатная? В колхозе по двести граммов молодой кукурузы за трудодень получаешься. Что с тебя брать? Потому душу ты должен продать мне. Слышишь? При этих его словах душа моя разнесчастная чуть вон не выскочила. Ты как смеешь мне такое говорить? Крикнул я и взмахнул, топором взмахнул. Да и над башкой его поганой занес, чтобы снести ее. Башку, значит, тарам! Тут дед подворачивает штанину и показывает мне на ноге свой глубокий, на два пальца в икру ходящий шрам. Исчез морок проклятый, ровно не было его. Топор мой по камню скользнул, где он вроде бы сидел, и вонзился сюда. Вот ты видел шрам? Кровь фонтана моя, где твой? Манавелла Цинцадзе без памяти на земь грохнулся. По сей день в ушах звенит. Визгливый хохот поганого беса и крик его. Душу стереги, Манавелла, душу, чтобы не сбежала душа до твоя. А больше ничего не помню. Второго беса встретил я в лаше изгеле. Была пора ловить усача, и пошел я на ночную рыбалку сторожить рыбу. Только успел я за пруды поставить так, что остался узкий проход для рыбы. Сел, достал свою трубку, набил ее табаком и, слышу, забилась рыба, застучала. Ну, думаю, пошел, усач. Приготовился осеть забрасывать, и почему-то в бог глянул, ишь. Сидит этот поганец, сидит. И одним-единственным своим глазом зеленым на меня уставился. Да сверлит, сверлит. Гляжу, не тот он, совсем не тот, что в медвежьей лощине мне ногу покалечил. Как и тот бес из медвежьей лощины, одноглазый предложил деду свою красавицу дочь в жены и взамен душу потребовал. Вдобавок он пообещал деду место председателя колхоза и один батман золота. Ну, что я этого живым не выпущу? Размахнулся и набросил сеть на нечистого. Подтянул сеть к себе, он к себе тянет. Я опять тяну, а он опять упирается. Только деваться-то ему все равно некуда. Сеть как раз за зуб его зацепилась. Зуб ровно к крюк изо рта торчал. Запустил я руку в пасть ему, чтобы сеть высвободить и... Тут дед Мановелла бережно протягивает правую руку и показывает мне мизинец и безымянные пальцы. Остальных пальцев на руке его нет. Вот эти два пальца и удалось мне вырвать из пасти его, поганый. Погубил меня, каянный, да еще хорошо. Всю руку не откусил и на том спасибо. Третий бес или двусторонний. Встретился деду Мановелле на горе Сатаплея, когда он поднялся туда ульи свои осматривать. Этот бес тоже предложил деду свою дочь в жены. Да еще посулил ему место секретаря чехотаурского райкома за его Мановеллову душу. Дед его высмеял. Чтоб ты ослеп, Мановелла, хам неблагодарный. Не ценишь красоты моей дочери. Взвился тут бес и ткнул деда в глаз. Я-то успел глаза рукой заслонить. Та запамятовал, что ведь я теперь двупалый. Так что ткнул меня проклятуще в правый глаз и выколал его. Ты чему смеешься, старая? Чего доброго? Ребенок подумает, добрейший дед Мановелла. Рассердился дед на бабушку, вошедшую в это время в комнату. Не верь ему, внучок, не верь. Врет он все. Такой он и был, когда я за него замуж шла. Сам он, черт, какой бес с ним справился бы. Не реагируя на замечание, говорит бабушка. Чего ты убивался с этими бесами, дед? Женился бы на дочери одного из них. И дело с концом. Был бы теперь первым на селе человеком. Говорю я, захмелев от Изабеллы. А душа-то собачий ты, сын, душа же как. Возмущается дед и стугает меня по голове теми своими двумя пальцами. Что это за душа у тебя такая, подумаешь? А каково было бы, если б ты бесовым внуком оказался? Спрашивает дед и сверлит меня единственным глазом, точно дулом Маузера. Да, твоя правда, об этом я не подумал. Не подумал. А пора бы это кому дыл, где над сказанным думать? Укоризненно говорит разморенный вином дед Мановелла и переворачивает в камине суковатое бревно. Входит бабушка и ставит на стол кувшин до краев полной черной Изабеллы. Вдруг из этого самого кувшина вылазит маленький, ну совсем малюсенький бес. Такой малюсенький, что на ладони свободно уместился. Зато нос у него большой, будто крупная картофельна. Торчит на его красном точно спелый помидор в лице. Тело у него совершенно голое, безволосое и к тому же прозрачное. Гляжу на него и не пойму, какого же он пола, женского или мужского. На руках у него по семь пальцев, а на ногах не видно, потому как обут он к деревянной коше. Этого беса Мановелла не видит, потому что это мой бес, собственный. Вот он спрыгнул с горлышка кувшина и примастился на краешке моего стакана. «Хочешь, Мановелов внук, продай мне свою душу, я все тебе расскажу, как по правде было», — говорит он мне, посмеиваясь. «Смех у него такой добродушный, что не только душу и плоть ему продать не пожалеешь». «А лицо-то у него пьяненькое да улыбчивое». «Забирай так! Сдалась мне эта душа!» — отвечаю я заплетающимся языком. «И вот какую историю мне рассказал мой бес». Мановеллу Цинцадзе затащили в лес братья Шаликашвили и привязали к огромному дубу. Трое их было Шаликашвили. Фридон, Мамия и Каце. Мановелла Цинцадзе умыкнул невесту младшего брата Каце, Тинатин Накашидзе, обрученную с ним еще с колыбеля. Однако это еще как сказать умыкнул. В Бахмару на празднике увидел я его Тинатин Накашидзе. В черной чехе сидел он на белом шамиле. Сперва он всех обскакал в пятиверстной скачке, первым пришел. Жеребец весь в пене был под лихим наездником. После того с одного выстрела в дребезги разнес хрустальный кубок, установленный на четырехсаженном шесте. И наконец, обнаженный по пояс, одним духом забрался на обмазанный маслом трехсаженный еловый столб. Снял серебряный кубок на верхушке столба, водруженный под восторженные крики толпы, подошел к сияющей точно солнце красавице Тинатин Накашидзе, опустился перед ней на одно колено, поцеловал, подол ее платье и предподнес кубок зардявшейся девушке. Пятнадцатилетняя была в ту пору Тинатин Накашидзе, а мановелли Цинсадзе девятнадцать только исполнилось, и истина не была равного ему. Неделю спустя получил мановелла Цинсадзе письмо Тинатин, дочери Накашидзе. Я клянусь тобой, солнце, буду век твоей луной, и я не дамся, если даже трое солнц придут за мной. И скорее со скал не зринусь, сумрак пропасти ночной, обратись, любимый, к небу, сокрыленную мольбой. Письмо сперва оглушило мановеллу Цинсадзе, потом он совершенно обезумел от радости и съел целую горсть земли, и была не была решился, сел и написал ответное письмо. Положил я при дочами дорогие письмена, и ответил, можно ли солнцу одолеть тебя, луна? Бог свидетель, что не будешь мною ты, огорчена. Ах, живу я или умер, или это грезы сна. В ночь, на 14 октября, в час, когда засияла полная луна, к повороту, ведущему в село распятие, под ножью огромного деревянного дуба, не силой, а своей волей, по любви пришла Тенатин, дочь Накашидзе. Босая пришла в одной сорочке. Мановеллу Цинсадзе подхватил свою радость, закутал в бурку, усадил впереди себя на неоседланного коня и умчал. Музыка 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 Три брата Шликашвили бросились в погоню. Мановелла стрелял в каждого. Конь пал под Мановеллой, сраженный шликашвилевской пулей. И пока Мановелла сумел подняться с земли, они окружили его. Братья Шликашвили затащили в лесную чащу Мановеллу Цинцадзе и привязали к стволу дуба. «А ну, Мановелла Цинцадзе, покажи мне руку, которой ты писал письмо моей невестке», – велел старший брат Фридон Шликашвили. Руки, крепко-накрепко связанные за спиной, они мили, затекли. Мановелла их уже не чувствовал. Тогда зашел за дерево Фридон Шликашвили. И равнодушно отек сперва большой, затем указательный, наконец, средний палец на правой руке Мановелла Цинцадзе. Фонтаном брызнула застоявшаяся кровь. Вместо боли облегчение почувствовал Мановелла, и радостный стон вырвался из его груди. «Видишь, видишь, герой какой, а?» – с издевкой проговорил Фридон Шликашвили. «Мановелла, а покажи-ка мне ногу, которой ты намеревался переступить порог дома на Кашидзе!» – сказал средний брат Шликашвили маме и обнажил свою саблю. У Мановеллы потемнело в глазах. «Не калечь меня, князь!» – натреснутым голосом замолился он. Недобрый засмеялся маме о Шликашвили и полоснул саблей по правой икре Мановеллы Цинцадзе. Мановелла почувствовал, как сабля растекла кость и потерял сознание. «Пришел в себя?» – спросил теперь младший брат Каца Шликашвили, увидев, что Мановелла открыл глаза. «Мановелла, покажи мне тот глаз, которым ты впервые взглянул на мою невестку Тинатин!» Мановеллы волосы дыбом встали и язык отнялся. Каца обождал, пока Мановелла чуть-чуть оправится. «Что вы творите, изверги? Христа не мучили так, как вы меня! Какой грех она мне!» «Глаз, Мановелла, покажи глаз!» «Не делай этого, Каца! Не лишай меня света божьего!» Не хотел плакать Мановелла. Слезы сами полились. Все было тщетно. Каца Шликашвили приставил острее сабле к правому веку Мановеллы Цинцадзе и надавил. Получеловека нашли жители села Распяти на следующее утро в лесу. Полгода не вставал с постели Мановелла Цинцадзе. Ни слова, ни стона не вырвало с его уз за все это время. Шесть месяцев спустя соседи увидели в проулке изувеченного хромого Мановеллу Цинцадзе. С той поры прозвали его «Бессмертным Мановеллой». Так и осталось за ним это прозвище. Спустя год Леварситов Беридзе, житель соседнего села, что за медвежьей лощиной, нашел в лощине тело Фридона Шликашвили. Изумление и испуг застыли в глазах его. Ни огнестрельной, ни колотой, никакой иной раны не оказалось на теле Фридона. Сердце у него разорвалось от страха. Прошел еще год, и ваши изделия нашли маме в Шликашвили. Одним ударом с сабли расщичен был маме от плеча до пупа. Сомнений быть не могло. Бессмертный Мановелла пил кровь в Шликашвили. В лес подался Мановелла Бессмертный. Каца Шликашвили, жаждущий мщения убийцы своих братьев, мертвым был обнаружен стражником на горе Сатаплия. Пуля, метко выпущенная из берданки, размажила ему лоб. Он лежал как раз под той липой, под которой двухсторонний бес выколол глаз деду Мановелле. Весной восемнадцатого года вышел Мановелла из леса. Революция все всем простила. Тина, Тин, а ну неси нам еще кувшинчики забыл и не то горло пересохнет. Завел дед мою бабушку Тину. Бабушка приносит еще кувшин вина и, ласково улыбая, садится рядом с дедом. Дед продолжает рассказывать что-то о бесах, но не знает, что у меня есть мой собственный бесик. Маленький-прималенький. Вот он сидит на краешке моего стакана. Болтовня дедушки его страшно забавляет. Он хохочет и рассказывает мне, как все по правде было. Позже, когда минует полночь, мой бес залезет обратно в кувшин и все мы уснем возле тлеющего камина. ШЕРТЦХОГАДАЯ КАРАСАХАТИСПЕД. НЕЛА ГАДАЯ УИДАДАТВИСЧУ АРСДАМ. БИЛИКС ГАДАЯ УПАХАХТАТИСПЕД. Я мучаю мучить.